всем привет с вами ладкор мы с вами только виделись на одной распаковке и мы стараемся выпускать видео понедельник-четверг приблизительно иногда там раньше иногда чуть позже ну по крайней мере мы стараемся два раза в неделю а тут у нас оба и еще одна коробка приехала пока мы снимали прошлое видео можно сказать что это у нас это не гитара это не гитара либо она разобранная шучу я знаю что здесь а еще здесь краны красные линии это значит что у нас распечатывали распечатывали и таможня что-то подумала что мы что-то здесь можно незаконное переводе но потом запечатала убедилась что законная вот а закату даже написано написано фреджайл electronic equipment что значит хрупкое электрическое электронное оборудование вот но тут так все вот это мне не очень нравится что происходит внутри там какие-то странные звуки и вообще с этой с этим усилителем еще вот такая вот отдельная история вот такая вот значит есть у меня товарищ наш друг канала блин предыдущей распаковки болтик надо его сразу спрятать товарищ славик он земляк мой он более того юрист как и я и и он любит усилители тема усилителей гитара это вообще очень такая близкая для него он я попросил сделать обзор я сегодня не совсем вот обзор буду делать я пока распаковку сделала потом из снимем обзор это усилитель голова в общем ламповая ламповая голова вот не мешай как видео он любит хайгены он хочет собрать определенную коллекцию его любимых там усилителей всевозможных это один из них я не буду пока рассказывать что это за усилитель но расскажу что он достался просто потом и кровью потому что ну во первых это редкий усилитель мы его искали очень долго и славик заморачивается касательно ревизий и все возможности знаете там у мест на примере есть ревизион сиди джим блины и так далее и вот и в разные люди за этими ревизиями гоняются по разным причинам просто коллекционная стоимость кажется что лучше звучит или действительно лучше звучит я не знаю в общем это также мы долго выбирали нашли нашли подобный он оказался у славну звездного такого чувака sx recording что-то там не помню британец о котором дима дима гитарной истории привет дима гитарной истории очень много о нем рассказывал чувак который выкупил там гитары дэйва мастейна дэйв мастейн выставлял свои гитары там для фанатов и этот козел просто извините он не дал возможности хитрый конечно собака собака сутула он что сделал он взял и как только дэйв мастейн выставил свои гитары он купил все у человека много денег было он купил их дешево и выставил их то то ли в 10 раз дороже то ли что-то такое понемножку его там обосрали просто капец он не дал возможности просто обычным ребятам которые действительно фанаты купить хоть одну гитару как он это сделал я не знаю это если хотите посмотрите об этом есть куча видео куча информации в интернете общем я слышал что это за чувак я начал смотреть мари у него нет страницы на ревербе уже раньше был магазин сайт вроде работает у него там студия славик нашел в инстаграме информацию о том что продает ему голову в общем говорит давай купим ладно давай купим с британией доставим как-нибудь разберемся я значит пытаюсь перепишу этом sx говорю ну давай выставь на ребер нет у меня нет страницы на ревербе этого пахнет наебаловым вот ну ладно говорю давай может paypal он мне начал говорить что у него и paypal а нет это чушь это вот так вот просто вилки взять снять с ушей лапшу да в общем я написал славе слова очень хотел эту голову просто капец и давай типа смотри но если это мы рискуем лучше не покупать но но я хочу блин но я не позволил ему купить этот усилитель и потом через несколько дней увидел что мне инвойс на оплату таки пришел чувака то есть он мне соврал что у него нет paypal а вот в общем мутный тип ребят не связывайтесь с ним не покупаете у него ничего я не рекомендую даже если увидите очень по очень хорошей цене а там кстати этого голова была выставлена по очень хорошей цене а учитывая что тип продает их намного дороже это за ты возникают очень много вопросов и кстати отдельно сниму видео вот сейчас я понял что мне нужно отдельное видео снять а вы не скажите интересному мы линит у меня много таких историй как кидают на ревербе на ebay и в остальных вообще продажных касать marketplace ах очень много мне истории с этим я очень хорошо знаю как себя вести и это прям у меня опыт вот такой вот к сожалению меня тоже ебывали вот и да на много денег вот я когда-то писал статьи даже об этом в общем не купил я там не купил я голову эту для славика мы нашли другую чувак не захотел отправлять там даже в штаты после этого значит мы нашли усилитель в калифорнии в калифорнии у чувака и он чуть-чуть не такой был там то ли ревизия то ли они потоле эквалайзер эквалайзера нет я не помню но что-то там уже давай давай все уже договорились чел горит я не отправлю ее по штатам и ну мы давай давай мы доплатим нет не отправлю ее по штатам и все в общем нашли мы у его товарища уже не буду все баталии рассказывать чтобы в следующий раз вот когда мы будем наверное обзор снимать и расскажу вообще больше именно об этом усилители почему он его выбрал но это не конец истории а вот так предысторию рассказал только хоть она и долго давайте наконец-таки распакую распакуют она сейчас уснет вздохи слышно наверное уже здесь это задолбал анбоксинг значит снимает анбоксинг сказал в рифму но не буду так я очень боюсь что тут что-то не так потому что какие-то странные звуки тарахтит слова вот спешили фую как я получил так ну ладно усилитель на месте уже хорошо так куча какой-то фигни коробка бляха что за коробка а это food switch food switch блендер ёпта так давайте посмотрим что за food switch так ну смотрите ну вот в общем да вы понимаете что тут уже я не буду комментировать что за голова клин лид ритм буст эквализейшн эффект луп раз два три четыре пять шести пиновый кабель кстати не такой как вместе что ты можешь воткнуть его и все они вот такой вот покажу сразу мясо рядом мясо делают отдельно вот так вот пик тут кстати тоже шести пина пик мне кажется это удобней но это шоу скул скулища так ладно вроде все таки целая но он кстати молодец он положил вот такие вот штуки вот они довольно плотные таки голова вроде целая но не знаю насчет ламп лампы мы поймем сейчас так я сейчас сюда пойду ёпта тяжелая голова ламповая что у нас там с этой стороны давай я тоже буду смотреть это оператор видит наш а я нет так у нас тут оооо ребята на пыльное и лампы что то они это не того совсем не того лампы лежат но не вроде целые ёханый бабай ладно будем проверять конечно запечатал он вроде бы целые запечатал очень плохо ладно я рассказываю вам ground это у нас земля так усилитель у нас на 350 ватт 50 60 герц а 110 220 непонятно засранное господи хоть бы вытер когда отправлял это еще таких людей надо бить возможно ногами когда они не не отправляют отправляют в таком состоянии так g100 и уэл непонятно депт презент эффект микс и так блин сзади зачем глубину и презент сделать сзади я не знаю ладно это какие-то эти ли олдскульные штуки так я вижу что лампы там внизу все они просто они не прикреплены это нужно снимать и проверять так и деву снимать бренд для один болт и все они вот второй а верху на двух болтах держится так ладно level level блин output output это у нас выбирают умность для кабинета можно 8 16 4 ну кстати ключи вроде целы просто как-то странно что он вам бы не воткнута это как они они достались и и не побились так давай я разверну тяжелая сапога так что у нас тут на это перед мордаха наше главное фрает фрает раньше делались в штатах а теперь они делаются в китае вот это прям штатовский штатовский миллион кнопочек зачем они ящик лид input high low ну понятно классика так что это у нас хай гейн и нормал edge shift bass boost так это у нас по сути день два канала отдельных а вот он вот этот мастер эквалайзер дополнительный пахнет как будто он помыл его так ладно слава я надеюсь твой усилитель работает этими лампами я не знаю мне сейчас его с и когда включать я разберу я уже сейчас не буду этого делать на видео и посмотрю целые ли там лампы вот целые ли лампы вы сможете узнать будет ли обзор этого усилителя или нет или нам придется заказывать лампы и ждать их вот если вам понравился обзор ставьте лайки вот я бы поставил дизлайк чуваку который отправлял голову потому что-то как-то плохо или это нас таможенники так хорошо проверяли и взяли так знаете а мы думали тут наркотики вот или чувак так отправил не знаю но будем надеяться что целое все по крайней мере стекла нет нам очень часто приходили усилители и комбики с битыми лампами внутри и это ты прям сразу так это потряс это сразу понятно сейчас вроде целые там кстати колбочки на 6550 похоже они блин дорогие капец вот так что будем будем смотреть ладно все подписываемся на канал всем спасибо лайк еще раз лайк пока я пока что буду думать пошел я за отверткой